хей окей с вами шумки мы продолжаем проходить и ру под названием never alone короче у нас два варианта куда идти но как я понимаю этот лучший вариант не знаю почему давайте сначала его попробуем так я понял здесь дух есть а если туда пойду толкование погоды что касается окружающей среды метель одно из ключевых условий от которых зависит выживание людей особенно в тяжелых зимних условиях мы узнаем что близится ветер когда очередные луны становятся нечетким мы также смотрим на звезды когда звезды мигает очень быстро мы знаем что приближается буря мы смотрим на блока на небе чтобы узнать с какой стороны будет буря это в детстве ежедневно наблюдается погодой ежедневно наблюдается погодой ясно ну короче нам предлагает туда пойти но в тот же момент я могу сюда пойти вопрос чем отличается пойти через низ и пойти через эту сторону ну вот скажите нам кончет бот кончены бот кончен так стоять ну ты можешь не улетать оттуда кусок я не могу теперь это воспринимать как то что он нам необходим ночь то что он стал человеком когда он стал человеком его нормально воспринимать не могу так давай чтобы на шипы не наткнуться а в ту сторону подуй ладно плевать теперь в ту сторону так подожди это лед или что а что и если бы в другую сторону пошел а и если есть direito и допустим иначе туда бы просто пробежал бы да и все да поздно я виноват что ли что ветер дует поздно тогда когда он убирает кирку дуи стену не очень хороший расклад сейчас хороший да 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 то что когда я когда это чувство когда ты спрыгиваешь однако ты не спрыгиваешь ага мне на шампурили обитых да вы что ли да 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 Так, окей, и... А я должен успеть прыгнуть, когда он поднимет свою руку вверх. Готовимся. Найс. Как здесь это работает? Что? Что? Что меня убило? Что? Короче... Чтобы вы понимали, я уже пятый раз переиграю вот эту хуйту. Когда она собралась на вершину Человека-гиганта, девочка поняла, что она должна делать... И что он... Битва с бусом. Бус-файт. Если бы я только могла украсть его топор... Подумала она. Наверняка металл... Нифигра себе. Я умер даже не от ключик, я просто сделал сальтухи в воздухе и... Все. 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 Ага. Ага. Аааа. Тупое время. Он медленно. Он медленно. Я... Камера не успевает навестись. Окей. Она не зацепилась. Я виноват. Она не зацепилась. Я виноват. Опять не нажимаю. Острик. flow contents и... sleep. И... все. Ааааа... Все. Save me. Round of the ship. As in? What are you? В смысле? Нет, не все. Что-то еще? Девочка побежала к гигантскому топору. Он отвалился и упал на землю тундрой. Гигант побежал за девочкой, но она была быстрее. Да, там топор, который он держал, девочка его смогла точно поднять. Он ушел с топором, пока... Так, он ушел с топором, пока большой человек сгребал снег. А чего происходит одна метель за другую? Однако, большой человек заметил, как тот схватил топор и убежал вместе с ним. Я понял. Неплохо. Стоитом, куда�로 можно играть. Скорто и Hertz. Бонус. Продолжение следует... 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 Пронесло, что я успел схватиться... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну какого черта там, ну, по линии, линия в другом месте была. Медленно, очень медленно он двигает предметы. Я понимаю, что это финальная битва, но все же, как они... А, ну хотя они же тоже призраки. Он бежал с топором в руке. Большой человек гнался за ним, но не мог поймать. КОНЕЦ Понимаете, просто в чем суть? Вот что меня бесит. Просто я очень везучий. Я стою, оно не закрывается. Как я начал идти, все, сразу закрылось. Ага. Ну, походу, мы просто возвращаемся с самого начала. Девочка вернулась в деревню. Человек-метель не оставал от нее. Человек-метель... Отдай мне мой топор. Девочка ударила топором по камню. Чтобы затупить его лезвие. После чего швырнула его человеку-гиганту. Он был так счастлив, что рассмеялся. И начал петь. КУНУК САЮКА КТОТ КЛОЛ КРАЙ МОЕГО ТОПОРАНЬЯЯ Так что завтра, когда выйдешь на улицу, ты увидишь следы коребу. Девочка рассадилась со своей семьей. И едет пикшоп. Она ее как-то меню. Все? А... В смысле? Разблокировано 22 из 24. Аки еще? КНО... КНОК САЮКА История КНОК САЮКА Рассказана Робертом Клевлендом. Это шедевр. Эта история очень хороша и известна среди народа инуитов. И в нашем случае создание видеоигры, отражающих самобытное наследие племени. Захватывает воображение и ставит перед нами довольно специфическую задачу. Показать метель. Понимаете? Это такая неискончаемая метель, которая одолевает людей. Но есть человек, который хочет во всем разобраться. В нашем случае это девочка, которая хочет найти источник метели. Человек-метель это страшное физическое лицетворение природных стихий. А еще это маленькому человеку необходимо взобраться наверх и добрать топор, который тот колли дыхал бы снегом. В общем, меньше всего ожидает, что кто-то поднимется и переломит ситуацию. Смирение и скромность мы очень ценим. И оно происходит из мысли о том, что ты не самая главная в этом среде. Когда ты подобный енуке, ты зависишь от приходителей, ты среды, от климата, от животного мира. Ты можешь максимально, но все равно понимаешь, что ты не самый большой и сильный в этом мире. Большой человек увидел, как его топор выбросили через окно в крыше. Через окно в крыше. И так обрадовался, что рассмеялся и закричал. Песец сказал девочке. И он уплыл вверх в ночное небо. Я помню, насколько он рассказал эту историю именно так. Never Ellen. Ну вот, ребята, и все. На этом заканчивается история. Давайте я немножечко... Ну, оценим игру, да. Вообще, игра довольно прикольная, сюжетно-рассказывающая. Ну, если, конечно, мы будем читать... Ну, хотя тут и рассказывается история. Но для вглубления нам дается с вами история... И нуоков. Да, ихний народ. Ихние легенды. Вот это вот довольно прикольно. У нас были боссы. Боссы у нас это медведь. Босс был это... Человек-убийца и... Глыбовой человек. Вот этот ледяной глыбочеловечечный. Но... Понимаете, битвы довольно скучные происходят. Потому что в плане того, что... Ну, как происходит сражение? Мы просто с вами убегаем. Да. То есть, ничего такого на самом деле нет. И поэтому... Давайте я в какой-то степени начну тогда оценивать... Плюсы игры. Это... Сюжетная составляющая. Куда входит у нас также... Эм... История людей вот этих, которые проживали на данной территории, да. То есть, было приятно услышать. И даже немножко удивился. Их... Я люблю просто... Всякие... Мифы, легенды, да. Ну, допустим, про Японию сколько легенд я знаю. Про девочку туалет. Про капу. Вот этих... Потому что у них духов много. А здесь нам рассказывается... Про Северный полюс, да. То, что... Как он называется? Небесное сияние... Не помню. Ну, что-то, что... У них в небе вот это... А... Северное сияние, да. Кажется так. А... Плюсное сияние. Я не помню. Ну и суть. То, что это дети призраки. На самом деле. И то, что если ты без капюшона, то они заберут твою голову и начнут играть им футбол. Это прикольно. Так же... Про... У них есть, так сказать, легенда про человека-убийцы. Человек-убийцы это у нас, так сказать, изображение человека, который любит только сам себя. То есть, у них же там в поселении охота, охота и все это делится между обществом, да. Ну и общиной ихней. Но если человек начнет думать только о себе, то он, так сказать, начнет убивать остальных. Не пользы для других. Поэтому если помогаешь ты, помогает тебе, так сказать. Это у нас история. Это первый плюс. Так же, наверное, ну даже слушать и в истории, да, именно в самом сюжете игры, который нам рассказывается, был грустный момент, это когда нашего пепца, нашего листенка, так сказать, убили, сломали шею. Я... У меня были эмоции, отрицательные эмоции, да, они появились. Но также у меня были и злобные эмоции, когда наш пипец превратился, так сказать, во что-то человекоподобного духа. Типа того. Но все равно это плюс, да, типа вот сюжет. Короче, игровой сюжет плюс... Дополнение, которое нам дается, контент, который мы можем послушать, да, рассказы. Это тоже плюс, это два плюса. И все, наверное. Ну больше не знаешь ничего такого, что можно в плюс добавить. Что было еще запоминающе. Из минусов, наверное, это... Просто всратое управление, то есть плохая отзывчивость, потому что то, что я ходил, да, он прыгал. Ну, типа, ходил не в такт со мной, когда я шел. Когда мы начинаем стрелять, нужно удерживать мышку где-то секунду, чтобы он начал стрелять. Это... Первый, да, минус. Второй минус. Тупизна наших союзников. То есть, когда я иду... Мой... Второй персонаж, я решил почему-то бы... Почему бы мне в пропасть не прыгнуть? Почему бы и нет? Это второй минус. Третий минус, это... Ну, геймплейная составляющая бы не сказал, что это минус, типа, ветер дует, понятно, что это метель. Так, управление мы сказали. Тупизна нашего бота, я сказал. Скучные битвы, в плане того, что они однотипные, да, то есть мы просто с вами побежали туда, просто убегаем, стреляем в предметы. Были полноценные битвы, где мы просто ворачивались. Ну, битвами даже это можно не сказать. Ну, типа, знаете, почему я буду минус ставить, типа, есть игры, где вообще нету битвы с боссами, да? Просто сюжет. И, наверное, это как раз этот момент. Ладно, давайте посмотрим. Эскизы и культуры. Где ещё два? Разблокировано два из двадцати четырёх, а где ещё? Проблемы с производительностью, подтвердить эпичные проблемы. Короче, меня закинют на сайт, где будут проблемы с производительностью, но у нас не было. Ну, хотя, слушайте, разработчики, так сказать, думают об игроке, поэтому... Давайте ещё плюс накину. То, что они заботятся об игроке. Это три плюса и у нас два минуса. Ну, понятно, у нас языки есть. Я не пойму, где ещё два эскиза. В принципе, их тут вообще нету. А-а-а! Маленькие человечки, подожди, у меня отсутствуют. Это когда мы бубен, да, собирали? И... Перерождение... Получение имени. Ну, плена, не знаю, не знаю. Давайте я, может быть, сейчас попробую что-то поищу, хотя бы вот этот найду с бубном и продолжим. А, смотрите, а здесь, оказывается, есть выбор главы, где мы можем посмотреть даже где мы птички не собрали до конца. Давайте тогда птичек до конца найду с вами продолжим, почему бы нет. Так, про маленьких людей я нашёл, вот здесь у нас находилось. Вот они, маленькие человечки. Они такие же, как и другие люди, только очень маленькие, невероятно сильные. Только... Эта история рассказывается по-все-альядским. Обычно рост у всех людей равен расстоянию от локтя, но сила у них не человеческая. Хоть они крохотные, но могут в одиночку, если отправиться на север и поговорить с разными людьми. Найдутся те, кто скажет, что видел этих маленьких людечек в доме, у них есть место, о котором мы знаем. Но предпочитаем мне рассказывать другим. Они не похожи на провидения или чудовища. Они могут озарить, злить и времени от времени нам случится увидеть их. Особенно если они хотят, чтобы мы это хотели. Они рассказывают по всей Аляске и не просто о том, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Ну что, давайте тогда отправляюсь за последней частью. Короче, вот последняя сова наша. Сейчас я её покажу. Надо было дерево здесь ломать. Тихо, не падаем. И подняться вот сюда. Перерождение и получение имени. У нас есть Тимми, наше тело, которое потом возвращается в Нуну, Землю. А ещё у нас есть Актик, наше имя, передано нам через многие поколения. Дух нашего Атика живёт столько, сколько человек помнит это имя. Описание того, что бывает после смерти, непросто. Возникает чувство, будто бы они круг возвращаются в силу, после чего может переродиться. Если имя передаётся новорождённому ребёнку, а ребёнок затем может сохранить некоторые воспоминания первого изданного имени. Поэтому сейчас бывает, что взрослые встречают ребёнка с тем же именем, как, например, у их бабушки «Привет, Ака», то есть «Бабушка» или «Привет, Апа», или «Потому что по традициям помершие их будут продолжать существовать». Со временем люди обновляются и заменяются. Подобно растениям. Каждый год цветы рождаются, разведают, а потом умирают. На следующий год они рождаются снова. Ну что, всё, мы всё разблокировали, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и с Новым Годом! Всем пока! Всем пока! Всем пока!